МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. Авиаперелёты станут ещё доступнее. В правила субсидирования региональных авиаперевозок внесены изменения. Какие именно, расскажем совсем скоро. Подрядчику необходимо ускорить темпы отсыпки. В нашем эфире продолжение эпопеи с земельными участками для многодетных семей. Человек с безграничными возможностями. Уроженец Нарьинмара преодолел вплавь в пролив Босфор и вошёл в пятёрку сильнейших параатлетов мира. Глава Нинецкого округа Александр Цибульский принял участие в выездном совещании секретаря Совета безопасности. Оно прошло в формате совета при полномоченном представителе президента России в СЗФО. На мероприятии обсуждались вопросы экологической и энергобезопасности, а также тема реализации государственной молодёжной политики. Секретарь Совбеза Николай Патрушев рассказал о выполнении решения аналогичного совещания, прошедшего в сентябре прошлого года в Нарьинмаре. Тогда одной из основных тем были вопросы экологической безопасности. «В прошлом году нами были подготовлены рекомендации по дополнительным мерам, направленным на обеспечение экологической безопасности и декриминализации сферы обращения с отходами потребления в субъектах Федерации округа», – отметил Николай Патрушев. «Вместе с тем, обстановка в области обращения с отходами в округе пока остаётся сложной», – констатировал секретарь СБ. По его словам, по линии Роспотребнадзора за нарушение правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами привлечено к административной ответственности 77 юридических и 50 должностных лиц. Почти 6,5 тысяч представлений об устранении нарушений санитарных норм при обращении с отходами вынесено Роспотребнадзором. «Такая ситуация с массовыми нарушениями экологического законодательства вызывает справедливые требования жителей округа по наведению порядка», – резюмировал Николай Патрушев. Он попросил руководителей регионов, входящих в СЗФО, совместно с федеральными ведомствами усилить работу по охране окружающей среды, продолжить ликвидацию накопленного экологического вреда и мест несанкционированного размещения отходов. Отдельное внимание в ходе совещания было уделено вопросам энергетической безопасности, рискам возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций. В ходе совещания полпредпрезидентов СЗФО Александр Гуцан призвал руководителей регионов более внимательно отнестись к решению вопросов получения паспортов и актов готовности муниципальных образований к прохождению отопительного сезона. Кроме того, в ходе совещания в Санкт-Петербурге рассмотрены предложения по повышению эффективности работы в сфере государственной молодежной политики, реализации региональных программ, принятых в соответствии с основами государственной молодежной политики России на период до 2025 года. При обсуждении вопросов реализации молодежной политики речь шла в том числе о негативном влиянии определенных интернет-ресурсов. Полностью изолировать подрастающее поколение от влияния интернета, конечно, невозможно. Но думаю, что именно совместно с представителями молодежи и нужно вырабатывать меры, которые минимизируют эти риски. Не в кабинетах чиновников придумывать и навязывать молодым людям идеи, а воплощать с помощью госпрограмм то, что им самим интересно, сказал губернатор Неницкого округа. Доступных авиаперелетов по стране будет больше. Для этого правительство обновило правила субсидирования региональных авиаперевозок. Документ опубликован на сайте российской газеты. В России сегодня действует больше двух сотен субсидируемых региональных маршрутов в самых разных частях страны. Как пишет печатное издание, с 2020 года, когда будут заключены договоры с авиакомпаниями на субсидии, по новым правилам, вариантов добраться по воздуху из одного региона в другой должно стать еще больше. Новые правила нацеливают на вовлечение в сеть авиаперевозок как можно больше городов. С прицелом на развитие сети региональных полетов теперь специальные тарифы, то есть предельная стоимость билета, фактически прописана для маршрутов протяженностью до двух тысяч километров. Раньше было только до 900 километров. Результативность финансовой поддержки авиакомпаний со стороны государства будут оценивать по снижению удельной величины субсидий на перевозку одного пассажира. Раньше оценивали по увеличению среднегодового пассажиропотока. То есть по новым правилам важно не просто больше перевести людей, но сделать так, чтобы этот поток стал устойчивым, а маршрут рентабельным. 226 жителей региона, в том числе 16 детей, получили высокотехнологичную медицинскую помощь в текущем году. Лечение в специализированных центрах страны осуществляется в рамках федерального финансирования и за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования. Наиболее востребованными профилями для жителей региона остаются сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия. Как пояснили в профильном ведомстве региона, кардиохирургическую помощь пациентам из Ненинского округа чаще всего оказывают в Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре имени Алмазова. Пациенты, нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи по профилю травматологии и ортопедии, направляются в профильный научно-исследовательский институт имени Вердена, а жители округа с лорпатологиями получают лечение в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте уха, горла, носа и речи. В числе медицинских учреждений, оказывающих помощь жителям, также научно-исследовательские институты глазных болезней имени Гельмгольца в Москве и онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается жителям Ненинского округа за счет средств федерального бюджета и обязательного медицинского страхования. Округ компенсирует затраты жителей на проезд к месту лечения обратно. Такая социальная помощь оказывается также тем, кто направляется на получение специализированной медпомощи и для прохождения обследования за пределами региона. В Нарьинмаре медицинский работник через суд получил компенсацию за наем жилья. Исковое заявление направила прокуратура округа. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства. Напомню, в соответствии с окружным законодательством, медработникам, арендующим жилое помещение, положена компенсация в размере от 10 до 15 тысяч рублей ежемесячно. Ее размер определяется в зависимости от количества членов семьи. Эта мера соцподдержки предоставляется гражданам, не получавшим ранее с бюджетов бюджетной системы России средства на приобретение или строительство жилых помещений. Вместе с тем департаментом с 1 октября 2018 года одному из медицинских работников было приостановлено предоставление такой компенсации, а с 1 января текущего года вовсе отказано в компенсации по причине того, что в 2001 году в 4-летнем возрасте она являлась членом семьи получателя субсидии в сумме 50 тысяч рублей на строительство жилого дома в селе, отметили в надзорном ведомстве. Суд согласился, что субсидия была предоставлена матери-заявительнице. Также медработник не имела доли в том жилом помещении и в силу своего возраста не могла распоряжаться правом на получение меры соцподдержки в виде денежных средств на строительство жилья. По результатам рассмотрения иска прокуратуры округа судом требования удовлетворены в полном объеме. Распоряжение департамента признано незаконным и за заявительницей признано право на получение компенсации с 1 октября 2018 года. Решение суда не вступило в законную силу. Подрядчику поручено наверстать темпы отсыпки участков для многодетных семей. Такое решение занесено в протокол рабочего совещания по вопросам исполнения государственного контракта, которое состоялось в Департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа в минувшую пятницу. Ведомство является главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из региональной казны на проведение этих работ. Очередное совещание прошло под председательством руководителя департамента Валентины Саутиной с участием представителей руководства Централизованного стройзаказчика, Нарьинмар Стройинвест, представителя прокуратуры Ненецкого округа, а также инициативной группы собственников участков. Первым в повестке совещания вопрос о причинах снижения темпов проведения работ. Как отметила, открывая совещание Валентина Саутина, подрядчику необходимо войти в график, как это было зафиксировано в протоколе предыдущего совещания. Для того, чтобы урегулировать все неурегулированные вопросы между заказчиком и подрядчиком, мы все-таки договорились, и нас жители поддержали, что мы будем проводить в департаменте регулярные встречи. Но так случилось, что у нас получается еженедельные, хотя мы надеялись, что когда ситуация уже, скажем так, пойдет на урегулирование работы, и возобновятся, то мы не будем друг друга отвлекать лишними какими-то встречами, совещаниями. Но пока ситуация такова, что не получается. Все равно у нас есть много вопросов, которые решаются только с участием департамента. Протокольные поручения у нас были. У нас были, конечно, не все встречи запротоколированы, но мы стараемся все-таки теперь вести протоколы, для того, чтобы не было потом каких-то разночтений. По итогам предыдущего совещания, гендиректор подрядной организации был готов продолжить работу незамедлительно после оплаты промежуточного объема работ. Средства заказчикам перечислены, однако процесс возобновления работ по отсыпке вновь затянулся, отметила Валентина Саутина. В свою очередь, представитель компании «Наринмарсстроинвест» Алексей Филиппов сообщил, что работы по отсыпке на текущую дату возобновлены, а задержка связана со сменой рабочих вахт. Подрядчик выразил намерение отсыпать песок в конус и доводить все ранее отсыпанные участки до контрактной величины. Это еще более 30 сантиметров по всей площади. У вас отсыпки не было еще две недели, то прошу все-таки уплотниться. Сейчас время отпусков, детишки в школу не ходят, многие уехали в теплые края, поэтому отсыпать можно, наверное, и в две смены. В три, наверное, погорячилось сказать, но в две – это точно, можно отсыпать, и поэтому наверстать упущенное можно. Я очень прошу все-таки услышать и усилить работы, потому что до 30 октября у нас достаточно еще времени, и вполне можно выполнить весь объем, который у вас есть, на который обязательства. В целом, для завершения всех работ по контракту требуется решить вопросы с переносом линии электропередач, уборкой зеленых насаждений в зоне работы, выбором технологии засыпки на потенциально болотистом участке. Мы сделали рабочую карту, которую в ЦСЗ я тоже направил. Здесь у нас деревья, здесь у нас деревья, а здесь у нас идет лэп, по которому нужно согласование. Единственное место, куда мы сейчас начали сыпать сюда в конус, но это что было, когда мы сейчас по болотам там придем к кому-то, понимаем, у нас там не хватает, мы туда это все столкнем, мы сыпем сейчас в конус. Как напомнила Валентина Саутина, по переносу линии электропередач вопрос уже проработан с Наринмарской электростанцией на предыдущем совещании, и стороны могут приступать к этому этапу. Что касается зеленых насаждений, мэрия Наринмара соответствующее разрешение также дала. Как было отмечено по итогам совещания, к этим работам подрядчик может приступать незамедлительно с 22 июля. В части отсыпки потенциально болотистого участка Валентина Саутина предложила принимать инженерное решение на технологическом совете в понедельник, поручив подрядчику к этому времени представить результаты проведенных экспертиз. Еще одно решение, зафиксированное в протоколе по итогам совещания, время проведения совместного исследования, подтверждающего объемы выполненных работ. Будет в понедельник, мы по электростанции туда приезжаем. На середину недели запланировано. На среду, 22-24 число, 24 июля. Вы совместно проводите съемку с вашими геодезистами. Еще раз одну контрольную. Опять делаете расчеты, но я не вижу острой необходимости в промежуточных таких уточнениях, понимаете. Потому что у вас все равно, вы должны выполнить, условно, 100% объема. Должны быть участки отсыпаны под эту отметку. И если сегодня их чуть меньше или чуть больше, это вообще не критично. Важно, чтобы весь объем был выполнен. Резюмирая итоги встречи, руководитель ведомства отметила, что исполнение всех протокольных решений будет сверено на очередном совещании по исполнению госконтракта. С учетом социальной значимости этих работ мы продолжим реализацию контракта пошагово, решая вопросы в ручном режиме, сказала Валентина Саутина. Напомню, контракт на выполнение вертикальной планировки земельных участков для многодетных семей в районе улицы Авиатров заключен между централизованным стройзаказчиком и обществом с ограниченной ответственностью «Дринмарстроинвест». Его стоимость составляет более 209 миллионов рублей. На отцепаемой территории формируется 84 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Эти участки были предоставлены горожанам мэрии «Дринмара» в 2012 году, но не были подготовлены муниципалитетом для индивидуального жилищного строительства. В 2017 году ответственность за решение этого значимого для населения вопроса взяли на себя окружные власти. По итогам торгов летом 2018 года был определен подрядчик, который на данный момент ведет работы. В Ненецком округе начался прием образовательных учреждений к новому учебному году. Как пояснили в окружном профильном департаменте, основная его часть пройдет в период с 5 по 19 августа. Первыми после летнего ремонта свои двери для воспитанников открыли детские сады Нарьенмара «Солнышко», «Ромашка», «Радуга», а также Центр развития ребенка в поселке Искателей. Согласно графику, комиссии предстоит оценить готовность к работе еще 50 учреждений округа, осуществляющих образовательную деятельность. Это 16 учреждений дошкольного образования, 26 общеобразовательных организаций, 3 организации дополнительного образования, 3 организации среднего профессионального образования, а также спортивная школа Олимпийского резерва труд и Ненецкий региональный центр развития образования. В состав межведомственной комиссии по подготовке образовательных организаций к началу учебного года вошли сотрудники департамента, представители МЧС, ОМВД и администрации муниципальных образований, рассказали ведомстве. В департаменте также сообщили, что в ОМИ и Харуте идут капитальные ремонты зданий в детских учреждениях. Работы там завершатся в декабре 2019 года, а начало образовательного процесса в данных учреждениях запланировано на январь 2020 года. Более половины обращений о предоставлении места в детском саду поступили через интернет. Из 356 детей, поставленных на учет для зачисления в детский сад с начала текущего года, 183 человека записаны через портал Госуслуг. Еще 173 заявления поданы через офисы многофункционального центра «Мои документы» и детские дошкольные учреждения на селе. Как сообщили в департаменте образования, культуры и спорта Ниницкого округа, все больше родителей предпочитают сайт личным обращением, так как подать заявление с его помощью можно в любое время из любого места, где есть компьютер и доступ к сети интернет. Кроме того, это дает родителям возможность отслеживать процесс продвижения ребенка по очереди и узнавать о предоставленных местах. Большинство родителей, записавших ребенка в детсад онлайн – городские семьи. С начала 2019 года поступило только два заявления от семей, проживающих в сельских населенных пунктах. По словам специалиста ведомства, для того, чтобы поставить ребенка в очередь на детсад, не выходя из дома, достаточно заполнить заявление, прикрепить копии документов и в дальнейшем отслеживать продвижение очередности. При постановке ребенка на учет родители могут выбрать до трех приоритетных дошкольных учреждений. В настоящее время в списке нуждающихся в предоставлении места в детском саду состоит 1332 окружных ребенка. Дмитрий Игнатов, выпускник первой школы города Нарьинмара, человек невероятной воли и силы духа, вошел в пятерку сильнейших, преодолев плавь пролив Босфор. Российский параатлет Дмитрий Игнатов принял участие в 31-м межконтинентальном заплыве через пролив Босфор. Его ежегодно проводит Национальный олимпийский комитет Турции. В заплыве участвовали 2390 пловцов из 59 стран-участниц. Каждый из них преодолел дистанцию 6,5 километров. Кстати, Дмитрий был единственным представителем России на этих состязаниях и занял пятое место в личном зачете, преодолев дистанцию за 1 час 8 секунд. «Я очень счастлив. Мечтал об этом в заплыве 5 лет», написал в своем аккаунте в Инстаграм Дмитрий Игнатов. «Это так круто! Должен сказать, что достаточно легко плылось. Я счастлив, что моя мечта исполнилась», – поделился впечатлениями со своими подписчиками Дмитрией. Глядя на фотографии этого неунывающего, жизнерадостного спортсмена, не сразу и догадаешься, какую боль ему, молодому, полному сил парню пришлось пережить. Дмитрий Игнатов в 2007 году окончил городскую школу номер один. Зачем учеба в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете? После защиты диплома Дмитрия призвали на срочную службу в армию, где с ним произошел несчастный случай. Упавшая ракетная установка придавила ногу, которую в результате травмы Дима потерял. Сейчас у него протез. Но парень ведет активный образ жизни, занимается спортом, ведет телевизионные передачи и даже пробует себя в качестве модели. Следующая цель спортсмена – совершить кругосветное путешествие. Уверены, этой цели Дмитрий обязательно достигнет. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...